всем привет в прошлом видео мы с вами пробовали установить дату первого потопа а в этом ролике поговорим о странных каналах изучив которые мы можем понять дату второго потопа хорошую подсказку на этот счет дал геннадий мудрый ссылку на его страницу фейсбуке война потоп 19 век я оставлю в описании под видео мало кто знает что от москвы к волге тянется странный и малоизвестный канал протяженностью почти 300 километров дело в том что в 18 или 19 веке был прорыт странный и малоизвестный канал протяженностью почти 300 километров от города москвы к реке волги с местом впадения в районе города дубна немного официальной информации канал был прорыт в середине 19 века в 1850 году естественно столь грандиозное сооружение копали вручную деревянными лопатами из-под плетей надсмотрщиков в наиболее распространенной версии он предназначался для того чтобы обеспечить доставку мрамора и гранита из северных губерний европейской россии по волге в москву пропускная способность канала была рассчитана на 3 тысячи небольших судов в год в навигацию по нему сплавляли каменные блоки весом до 30 тонн для того чтобы канал был судоходный около деревни загорье соорудили дамбу около двух километров длиной и в долине речек сестра и мазиха образовалась водохранилище объемом 12,6 миллионов кубических метров более известная как озеро сенеж для подъема воды на пути от волги до москвы было построено 127 шлюзов канал проработал всего 10 лет в 1851 году заработала николаевская железная дорога из петербурга в москву составившая конкуренцию водному транспорту и в 1860 году канал был закрыт шлюзы разобраны и распроданы по неофициальной версии канал предназначался в первую очередь для осушения москвы от потопа давайте подумаем что будет на земле после потопа правильно топе и болото как их осушить прорыть сеть водоотводящих каналов если цель канала транспортное сообщение то прорыли бы максимально прямой канал как например канал имени москвы протяженностью всего 127 километров интересующий нас канал в два раза длиннее он виляет и извивается часто его почему-то прорывали рядом с существующим руслом реки они углубляли уже существующее русло дело в том что реки протекают по самым низким местам и если мы хотим осушить территорию то есть собрать воду с большой территории то нам надо проложить канал по самому низкому месту там где как раз и протекает река то как канал извивается и виляет может говорить еще и о том что каналов было несколько то есть была целая сеть каналов место впадения канала волгу в районе дубны составляет 120 метров над уровнем моря а москва расположена на высоте 220 250 метров над уровнем моря перепад высот более чем на 100 метров то есть прокопав канал можно было обеспечить сток лишней воды самотеком канал официально строился во времена николая первого но почему-то он был назван в честь императрицы екатерины 2 екатерининский канал с точки зрения логики если канал называется екатерининский стало быть его построили во времена екатерины полная нелогичность строительства столь грандиозного и затратного сооружения проработавшего всего десять лет говорит нам о том что это сооружение было построено гораздо раньше чем официально узнать точную дату строительства пока не представляется возможным но можно предположить что столь грандиозное сооружение строили тогда когда государство хоть немного оправилась от катастрофы мы можем выдвинуть гипотезу касаемо даты первого потопа на рубеже 17 18 века а насчет второго потопа все немного сложнее у нас есть единственная зацепка канал названный в честь императрицы екатерины которых было две периоды правления императриц были с 1725 по 1727 из 1762 по 1796 то есть второй потоп мог случиться практически в период всего 18 века кстати не исключено что это еще более старый канал и во времена императрицы екатерины его очищали и расширяли также не исключено что эту операцию по расчистке проводили при двух императрицах давайте изучим еще несколько странных каналов для чего прочитаем несколько строк из книги ломоносова о слоях земных книга была написана в 1759 году а издана в 1763 году в параграфе 8 ломоносов пишет ибо дон отделяется малым расстоянием от волги и соединен с нею каналом вершины реки вятки впадающие в каму а с нею и в волгу связаны в вешнюю пору особливо водяным ходом с вершинами реки печоры мы понимаем что на дату написания книги а это 1759 год каналы уже были прорыты а вот официально волга донской канал был прорыт только во времена ссср про него уже было видео на же интересует другой канал который соединяет вершины реки вятки с вершинами реки печоры я попробовал найти этот канал в наше время и оказалось что река вятка и река печора протекают достаточно далеко по всей видимости в наше время были переименованы реки или их притоки если вы знаете как протекают эти реки и можно ли их соединить в принципе напишите об этом в комментариях другими словами возникала путаница с реками современными названиями рек можно было бы соединить реки кама вишера колва с рекой у нее печора есть место где реки можно соединить каналом длиной 14 километров а если пойти по притокам то можно соединить реки кама вишера колва и я рис с миссурой у нее печора при этом канал мог быть примерно 4 километра сразу хочу сказать что я не был в этих местах не знаю глубин и перепадов высот если вы живете в этих местах напишите можно ли соединить эти реки или нет вот что пишет об этом пути плечко в книге старинные водные пути камско-печорский водный путь в прошлом через водораздела печоры и камы близко расположенные друг другу проходили торговые пути были проложены волоки которые соединяли урал с побережьем студеного моря путь начинался от города чердень весной как только вскрывалась река колва на чердынской пристани грузили суда и шли вверх по колве бичевой или на веслах затем плыли по вишерке чусовскому озеру березовки и еловки до устья вагулки где товары перегружались на небольшие лодки и подвозились к печорскому волоку протяженностью 4 и 3 десятых километра проходившему через небольшую заболоченную возвышенность водораздел между камой и печорой сохранился старинный канал длиной 0,65 километра соединивший приток вишеры вагулки с притоком печоры волосницей пользоваться им можно было только весной высокую воду получается что ломоносов указал в своей книге масштабный волгодонской канал и крошечный канал местного значения в одной строчке скорее всего ломоносов имел ввиду какой-то другой более масштабный канал этот канал возможно еще не найден или он имел ввиду другой канал который в наше время именуют северный екатерининский канал правда соединяет он кому с другой рекой северной двиной давайте перечислю соединяемые реки волга кама южная кельтма джу рич и реки северная кельтма вычег да северная двина обратите внимание как сильно извиваются реки и представьте насколько сложная была навигация по таким рекам сам канал идеально прямой и тянется через леса и болота протяженность канала составляет 18 километров ширина канала по дну 6 метров ширина по поверхности 15 метров глубина 2 метра объем грунта который был извлечен составил 378 тысяч кубических метров на канале было три шлюза и один водоспуск элементы шлюзов сохранились до наших дней как вы думаете кто и как прорыл канал естественно это были крестьяне все работы проводились вручную по берегам канала с помощью чугунной бабки устанавливали плотины при помощи блочной системы поднимали а затем опускали чтобы забить свои шлюзы покрывали толстыми досками из дуба а кто ремонтировал шлюз 500 пленных австрийцев вот так и пишется вся наша история если что-то сделано грандиозное в прошлом то это делают специально обученные крестьяне вручную а в каких институтах проектировались эти сооружения нам не скажут каким геодезическим оборудованием канал был размечен в глухом лесу да так что на 18 километров получилось идеально ровная линия это не все странные каналы перенесемся крепости шлиссельбург и обратим внимание на старо ладожский канал и ново ладожский канал зачем понадобилось копать второй канал если один канал уже существовал мы точно не знаем но рядом есть еще и третий канал который полностью закопан закопанный канал как и два ладожских канала идет из невы в реку волхов его отчетливо видно со спутника убедитесь в этом сами по датам строительства даты строительства закопанного канала неизвестны старо ладожский канал начали строить в 1719 году а ново ладожский в 1861 году официально старо ладожский канал из-за засухи в 1826 году за и лился обмелел и для того чтобы наполнить его водой были построены шлюзы но и это не спасло ситуацию правительство не нашло подрядчика который мог бы углубить канал и тогда решили построить новый канал шире глубже и без шлюзов ширина нового канала по зеркалу примерно 36 метров по дну 26 метров глубина при самом низком уровне в озере 1,8 метра длина 110 километров масштабы работ в каналах такие что давно пора показать эти масштабные стройки прошлого или возвести их в ранг достояние истории страны но никакой подробной информации про них вы не найдете эти каналы требуют дальнейшего изучения думаю будет лучше туда поехать и самостоятельно все заснять и в завершении хочу сказать что наша история очень запутана взять тот же волгодонский канал он отмечен на картах 1706 года как действующий ломоносов пишет что этот канал уже есть в 1759 году но официально его как бы не существует есть два екатерининских канала один был прорыт в 1850 году а другой начали строить в 1786 году а закончили в 1822 году три ладожских канала наталкивают на мысль что эти системы пережили несколько потопов первый потоп засыпал 3 канал а второй потоп засыпал староладожский канал по моему мнению каналы и судоходство по малым рекам и каналам это после потопная тема когда земля еще не просохла и вся в глине много болот обычную дорогу не построить и уж тем более не построить железную дорогу в общем и целом мы с трудом можем понять дату второго потопа которая по моим наблюдениям могла быть 18 веке более точную дату попробуем установить в следующих видео чтобы их не пропустить подписывайтесь на канал жмите варежку вверх поделитесь своими мыслями в комментариях до новых встреч пока